Для тех, кто покупает товары на Алиэкспресс или Озон, а также для тех, кто только хочет начать заказывать качественные товары на этих торговых площадках, я рекомендую сервис Cashback EPNBZ. С его помощью вы сможете получать постоянную скидку от 7 до 15% на все товары. Вам необходимо перейти по ссылке, которая находится ниже под этим видео и зарегистрироваться. После этого вы получаете постоянную скидку на покупку любых товаров на нескольких международных торговых площадках. Я уже пользуюсь несколько месяцев этим сервисом и очень доволен. Нажимаем на ссылку и получаем скидку. Всем добрый день! Очередная посылка с сайта aliexpress.com. На этот раз мы заказывали вторую уже ТВ-приставку на операционной системе Android. Итак, посылка долетела с момента оплаты до получения за 16 дней. Первую приставку мы отдали родителям. Ну, а эту заказали повторно себе. Первой приставкой мы пользовались около месяца. И поэтому я могу вам рассказать более подробно про характеристики и плюсы и минусы, которые я в течение месяца протестировал. Вот такая вот сама приставочка небольшая. Идёт блок питания. Как видите, уже под наши резетки стандарт. Без переходников можно использовать пульт управления приставкой. Кабель для подключения аналоговых телевизоров. И кабель HDMI для подключения телевизорам более современных. Ну, а также инструкции на китайском и на английском языке. Немного расскажу про саму приставочку. Это, можно сказать, как я объясняю людям, планшет китайский только без экрана и без аккумулятора. Начинка такая же, как и в китайских планшетах, которые на данный момент продаются. Оперативная память есть 1 гигабайт. Внутренняя память 8 гигабайт. Чипсет RK3188. Это 4-х ядерный процессор. Разъёмы в этой приставке. Можно подсоединять витую пару. Два разъёма USB. Вот один, вот второй. Выход HDMI на плазму, на телевизор. Потом есть такой мини-ОТБ. Выход на аналоговые телевизоры, аудио и видео, сигналы. А также вход для SD-карточек. Это перезагрузка. Кнопочка. Как видите, её можно и подсоединить на стенку, или просто так поставить. Ну и сама антенна. И ещё вот вход. Он необходим для приёма сигналов от этого пульта. Итак, я его подключу к телевизору. И более подробно расскажу, какие у него есть программы, что можно подсоединить, что можно смотреть. Для тех, кто не сильно разбирается в китайской электронике, я покажу, как это всё подключается, и как это всё работает. Берём пульт. Вставляем. Здесь самое главное – это две кнопочки, даже три. Вот эта кнопочка «Маус». Кнопочка «Ретурн». Ну и включение-выключение. Маус нужно для того, чтобы появлялась мышка на экране. Раз нажали, оно появилось. Второй раз нажали, оно исчезло. Управляясь вот этими клавишами. «Ретурн» – это возвращение на один шаг назад. Сам пульт работает, это его небольшой минус, через инфокрасный порт. То есть, его нужно направлять именно в сторону приставки. Если чуть-чуть в другую сторону, то пульт не будет работать, ну, как и обычный телевизор. Таким пультом пользуются наши родственники. Для них это более удобно. Для меня удобнее больше другая мышка. Вот такая вот тут и клавиатура, и управление мышкой пальцем можно. Ну, кому как нравится. Вот разъем для питания, сам экраний. Вставляем его. Кабель подсоединяем вот в этот разъем. И подсоединяем его в телевизор. В разных телевизорах, в разных местах входа такие. Ну, они у каждого есть. У кого-то сбоку, у кого-то сзади, у кого-то на передней панели. Подключаем желтый разъем видео и аудио. Включаем розетку и кнопочка загорается красным светом. Это означает он в режиме ожидания. Итак, включили телевизор. Нажимаем. Выбираем вход. Включили. приставку. Она загорелась. Кнопочка голубым светом и пошла заставка. На многих телевизорах можно менять размер экрана. Но на некоторых нельзя менять. В нашем случае наш телевизор поддерживает режим 16 на 9. Вот мы сейчас его поменяем. итак, меняем соотношение сторон 16 на 9. Выбираем лаунчер. вот я нажал на мышку на пульте. Видите, появилась мышка. и вот сам Android. Установлено в Android много программ различных, но я их все удалю, потому что это все для англоязычных пользователей. И установлю русскоязычные программы. все это проделываем вместе с вами. Итак, если у вас уже есть роутер, необходимо настроить Wi-Fi. Вот он включенный. Это наш роутер. Он у нас не запаролен. Теперь мы можем выходить в интернет. Еще меня порадовала телевизионная приставка тем, что прием Wi-Fi сигнала у нее очень и очень даже хороший. Так как у нас есть китайский планшет PIPO, видите, 6 точек нашлось. А это телевизионная приставка. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как вы видите, здесь английский язык. Можно поменять на русский. Вот language input нажимаете. Вот так. Русский. Все, вот на русском. Все меню перевелись на русский язык. Итак, удаляем программы. для этого необходимо зайти в приложение. Как видите, здесь список установленных приложений. И вот некоторые можно удалить, которыми я пользоваться не буду. Ну, например, спорт. ТВ. Просто нажимаю удалить. Ок. Удалили. Еще раз повторяем. Ну, вот BBC медиаплеера. Тоже мне неинтересен. Я его удаляю. Я почистил софт, который мне не нужен. И теперь установлю с Google маркета то, что мне необходимо. Заходим на Play Market. Если у вас есть аккаунт в Google, надо будет нажать существующий. Если нету, то создать новый аккаунт. Здесь, если у вас уже есть, просто нужно ввести свой аккаунт и пароль. Переходи на английский можно нажать на эту клавишу. Сейчас я подключил мышку обычную компьютерную через USB-порт. Как видите, очень удобно, быстро реагирует мышка на все мои движения руки. Итак, я набираю свою электронную почту, пароль и встретимся дальше. Процесс пошел. Google предлагает для того, чтобы делать покупки быстро, добавить кредитную карту, но сейчас я ее делать не буду. Нажимаем не сейчас и продолжаем. Принимаем условия использования Google Market и вот Google Market. Я много перепробовал разных программ, повстанавливал и нашел несколько штук для просмотра онлайн-телевидения на Android. Первое приложение это наше ТБ для тех, кто любит смотреть украинские телеканалы. Я их как бы не сильно смотрю, но для своих родственников мы это приложение поставили. Как найти в Google Маркете показываю. Нажимаем на лупу и здесь надо набрать перейти на русский язык наше пробил ТБ и лупа. Вот то есть и другие приложения. Нажимаем на наше ТБ установить загрузить приложение будет загружено и установлено. Все, она установилась. Нажимаем открыть. Сейчас появится окошко обновления каналов. Нажимаем да. И вот есть несколько каналов, но раньше их было больше. Верховной Рады Украины берут участь. Высокоповажный это реклама 5-й канал. Что эти люди невинные и когда они смотрятся в очи. Правда, как видите, изображение растянуто. И президент, и військовые зато, и ветераны. Урочистые заседания закрывают, а воины УПА, червоной армии... Еще мне одно приложение понравилось. Заходим на Play Market. Здесь нажимаем в правом верхнем углу. Набираем, переходим на английский язык, называется Mega Go. Вот оно приложение. Нажимаем установить, принять, ОК. Ждем. Написана установка. И открыть. Здесь есть как платная подписка, так и бесплатная. Можно смотреть и различные каналы, различные фильмы, сериалы, матфильмы, передачи шоу. Выбор более-менее нормальный. Как видите, все работает. Остальные приложения вы можете сами в таком духе устанавливать, смотреть или удалять. Та же иконка появилась вот на рабочем столе. Продолжение следует... чтобы зарплатить, а и ... Субтитры сделал DimaTorzok